Потомок собак-гладиаторов, верный друг, отличный охранник и защитник. Это собака Канекорса, национальное достояние Италии. Она является 14-й по счету породой, выведенной в этой солнечной стране. В характере Корса нашли отражение и темпераментность итальянцев, и отважность боевых собак и самоотвешенность пастушьих собак. Их чуткое стремление оберегать хозяина и защищать свою территорию, читая дом хозяина, его семью и его самого, привлек к тому, что они являются безупречными охранниками, да такими, что если в доме есть Корса, то никакие охранные системы не нужны. В отличие от других охранных собак, агрессивно встречающих непрошенных гостей, Канекорса проявляют агрессию в крайних случаях, когда чувствуют, что есть реальная угроза хозяину и его имуществу. Если заглянуть в глубок веков и проследить историю происхождения породы Канекорса, то станет ясно, что древнейшими предками собаки являются молосы, потомки древних собак из Тибета и Гималаев. Распространение древних молосов по Азии и Европе повышало их популярность. Крупные, мощные животные использовались для охоты, защиты людей, охраны домов, травли, крупной дичи. Так, Канекорса, появившаяся на территории Южной Италии, являются прямыми предками травильных собак, которые использовались в Древнем Риме в собачьих боях. Первое упоминание о собаках, похожих на итальянских Канекорса, относится к 13 веку. В Средневековье очень часто изображали собак, похожих на Канекорса, но носили на гербы итальянских аристократических родов. Собака олицетворяла храбрость и мужество. Также собаки породы очень ценились у средневековых итальянских земледельцев, которые использовали их для охраны стада волох, свиней, диких животных и недобросовестных людей. Отлично они себя проявляли и в охоте на крупные дичьи, например медведей. Так, в середине 16 века немецкий ученый-натуралист Гесснер отмечал, что порода собак Канекорса, называя их куркхунда, это животное, обладающее достаточной силой и мощью, чтобы справляться с волами и охотиться на кабанов. Канекорса была поистине многофункциональной собакой. Ее использовали не только для выпаса перегона скота, для охраны дома, замка, охоты на медведей и кабанов, а еще для травли медведей и львов, для собачьих боев, а также во время сражений, надевая на них доспехи. Трагичным для истории породы стало время после Второй мировой войны. Именно на этот период приходится значительное сокращение численности породы, когда она была на грани исчезновения. В 70-е годы 20 века группа энтузиастов во главе с Джованни Банатти начинают активную работу по возрождению породы. В дальнейшее развитие породы Канекорса четко отслеживается. Корсы считаются самыми умными собаками и очень легко обучаются. Через неделю мы пойдем на первый курс обучения. Пока мы учимся дома, мы умеем лежать, сидеть, давать лапу, понимаем команду ко мне. Кушаем мы два раза в день, гуляем тоже два раза в день. Собаки очень послушные, очень добрые, хорошо уживаются с животными. Это порода, которая самая дружелюбная среди, наверное, всех породов мастифов. Исходят сами Канекорсы из мастифов. Порода довольно-таки неприхотливая в содержании. То есть лапы научились мы мыть буквально через неделю. Спим мы на своей лежанке. Волос от нас немного, потому что порода гладкошерстная. Вообще, в принципе, по характеру собака ориентирована на человека, на хозяина, очень послушная на улице, когда нет других животных особенно. Но поскольку еще девочка маленькая, то, соответственно, ко всем животным мы тянемся, пытаемся с ними играться, с щенками, со взрослыми собаками, нам без разницы. Недавно вот нас проучила такая старая такса, цапнула за нос. Поэтому сейчас она уже начинает распознавать и понимать возраст других собак. И более адекватно себя ведет на улице. По первости, конечно, для нее все было в новинку. Ну, как для любого, наверное, ребенка. Сильно, крепко, мощно и одновременно элегантно. Эти характеристики применимы Канекорсы. Описание породы, которые были составлены совсем недавно. У собак очень сильно выражена мускулатура, что придает им атлетически сложный, грозный вид. Широкая грудь, мощные плечи, морда типичная для всех молосов. Уверенные и размашистые движения выдают в Канекорсе бескомпромиссного охранника и настоящего защитника. Представители породы имеют презентабельный вид. У них блестящая шерсть черного, коричневого и тигрового окраса. На груди, концах лап и на носу допускаются небольшие белые отметины. Характер Канекорса – это список достоинств. Плохие черты являются следствием плохого воспитания и отсутствия правильной дрессировки. Тот факт, что породу советуют в качестве первой собаки, говорит о многом. Итальянец уравновешен, легко обучаем и очень предан своему хозяину. Отметим про Канекорса. Характеристика и черты породы присущи многим молосам, например, английскому булдогу или бордоскому догу. Для него характерны психологическая уравновешенность, предсказуемость и отсутствие беспричинной агрессии. Достоинство породы – отличное охранное качество. Свою территорию, пространство, на котором обитает хозяин и его семья, собака будет охранять очень тщательно. Непрошенные гости не испытывают на себе агрессии, но суровость курса почувствуют. Несмотря на внешнюю варяженность и неторопливость, внутри у них бушует итальянский темперамент. Независимо от возраста, собака будет активно включаться в игры, бег и поддерживать любое активное времяпрепровождение. Они уживаются с детьми и другими животными. Прошлое пастушьей собаки дает о себе знать. Семья хозяина для него, в том числе и другие домашние животные. Это объект для контроля и выпаса. Кони корсы – добры, внимательны к хозяину, ласково и к себе требуют такого же отношения. Ну, в квартире, соответственно, она остается с котом. У нас кот – сфинкс. В принципе, не бывает у нас дома часов с 9 до 7. То есть они совершенно спокойно с друг другом взаимодействуют. Кота она особо не трогает. Кот, наоборот, прыгает на нее. Они веселятся. У них такой постоянный интерактив с друг другом. Оставляем много игрушек. Причем игрушки, в основном, конечно, которые посоветовал заводчик. Это енот с пластиковой бутылкой внутри, с пищащим хвостом. Это покупаем ногу свиную огромную, которую она с удовольствием жует и с котом они ее таскают. Выносим ей такую теплую большую подушку, на которой она может нас ждать. Ну и по первости, там первые две недели у них идет социальная, соответственно, адаптация и с котом она к нему привыкает, и к квартире она привыкала. Ну вот наша Арианка непосредственно сняла обои в коридоре, но просто, наверное, было скучно, хотелось перемен. Так они абсолютно на улице ведут себя адекватно по отношению к другим животным, проявляют какую-то трепетность и осторожность. То есть она никогда никого не укусит. Это ее могут укусить, наоборот, и отогнать она еще щенок. Лапы, да, она немножко неуклюжая, потому что тело большое, а менталитет такого прям щеночка-щеночка, она всего еще там побаивается у нас. Потому что, соответственно, недавно еще гуляет, только месяц до этого у нас были прививки, сидела дома. К другим собакам совершенно спокойно. То есть будь то там маленькие тойтерьерчики, таксы, какие-то большие овчарки, бультерьеры, совершенно спокойно относятся, со всеми играют. Если там собака идет на контакт, мы ее спускаем с платка, и вот в каком-то таком парке-лесочке они там носятся до умопомрачения. Из-за молодости породы, несмотря на древнее происхождение, она была признана лишь в 90-х годах 20-го века, болезни конекорса изучены еще не полностью. Большую часть выявляемых заболеваний носит наследственный характер. Дисплазия тазобедренного сустава, вирусное заболевание чумка или чума собак, вероятность заражения высока у щенков и непривитых собак. Болезнь можно заподозрить по повышению температуры лихорадки мелкой красной сыпи, которая через несколько дней превращается в пузырьки с жидким содержимым. При своевременном обращении к ветеринару возможно вылечить чумку на любой стадии. Бешенство в его буйной форме. Животное при таком заболевании может погибнуть в течение 70 дней. У конекорса, укушенных москитами или слепнями, может разбиться лейшманиоз, лик риск заболеть в течение первых двух лет, а у уже переболевшего животного формируется стойкий иммунитет к этому заболеванию. Породу конекорса болезни могут настигнуть в любом возрасте. Так, с заражением гальминтами собаки заболевают щенячьего возраста. Если собака без причины худеет, у нее отмечается архитичность, нарушаются пищеварительные процессы, это указывает на наличие в ее организме гальминтов. Лучший способ профилактики заражения гальминтами – проведение дегальминтизации в возрасте 25 дней. Неправильный уход за конекорсом может привести к заражению внешним паразитами. Зудневая чесотка, ушные клещи, блохи, власоеды вызывают сильный дискомфорт, ухудшение состояния шерсти кожи и организма в целом. У всех курсов, к сожалению, из-за нашей экологии текут глаза. С этим бороться никак не получается, можно только ежедневно протирать специальными каплями. Какие смыслы? Дому обязательно нужно довольно-таки твердое покрытие. Лучше всего, чтобы это был ковролин или какая-то прорезиненная основа. У собак формируется костяк до года, поэтому очень такие травмоопасные моменты, когда спрыгивают с дивана на скользкую поверхность, могут подвернуть лапу, повредить сустав. В принципе, у породы конекорса одна из основных проблем – это проблемы с суставами. Они очень хрупкие, поэтому собак почти на протяжении всей жизни нужно снабжать специальными витаминами. Витаминов, ну, на самом деле море, можно выбрать там под свой рацион. Мы даем хорошие витамины европейские с кальцием. Это большая таблетка, которую дается собаке один раз в день до еды. Конекорса уход за собой требует несложный. Уход за шерстью предполагает расчесывание в период линьки, которое проходит два раза в год. Плотный и короткий волосиной покров курса не требует стрижки. Еще одно достоинство собаки – то, что ее шерсть не пахнет псиной. Если собака редко гуляет по твердой асфальтированной поверхности, то, скорее всего, когти у нее не стачиваются сами собой, поэтому следует по мере отрастания когтей срезать их специальной когтерезкой. Осмотр и чистка ушей и глаз необходима гигиеническая процедура для профилактики появления воспалений. Конекорса хорошо себя чувствует и в загородном доме, и в квартире. Если он живет во дворе частного дома, не следует держать его на привязи, так как собака очень с удовольствием любила. У нее не густой подшерсток, поэтому в зимнее время ей нельзя быть на открытом воздухе. Энергичному, выносливому итальянцу необходимы достаточно физические нагрузки, поэтому регулярные активные прогулки, пробежки с хозяином, игры с мечом собакой будут встречены на ура. Конекорса – собака с развитым интеллектом и хорошей памятью, поэтому легко поддается воспитанию и дрессировке, навсегда осваивая то, чему ее обучили. По этой причине важно начинать воспитание с первых дней появления щенка в доме. Дрессировка Конекорса – очень легкий процесс, если процесс воспитания организован правильно. Представители этой породы уникальны. Они настолько хороши в поведении и управляемые, что команда «Ко мне, сидеть, место» осваивается очень быстро. Остальные команды при терпеливом и последовательном подходе, уважительном отношении к собаке тоже не вызовут трудностей. При воспитании и дрессировке следует иметь в виду некоторые особенности характера и внутренней организации собак. Конекорса относится к собакам позднего развития. Его полное психическое формирование происходит лишь к 3 годам. Конекорса – это думающая собака, она не станет бездумно выполнять команды. Лучший способ обучения – это игра. Чтобы не вырастить нелюдимого, трусливого или чрезмерно агрессивного животного, необходимо, чтобы Конекорса социализировался. Знакомство с разными ситуациями, людьми и животными – необходимый этап в его воспитании. Гулять с такими собаками до года лучше где-то 2 раза по 40 минут, ну, можно 3 раза. У нас, к сожалению, не получается, поэтому утром это где-то 40 минут, вечером это час. Далее, после года, даже после полутора лет, когда полностью сформировался костяк, собака окрепла, у нее появились мышцы, боли стали, суставы крепкие. Уже можно гулять до 3 часов в день, то есть это такие длинные пешие прогулки. Можно прыгать, бегать. Мы с удовольствием играем в фрисби, бутылочки, мячики всякие, кольца резиновые. То есть, в принципе, собаки всегда готовы играть, гулять и очень ориентированы на человека. Все у нас команды, думаю, буквально там за пару дней освоены были. И вот там самое такое, самое долгое мы учились давать лапу. То есть, вот все команды мы освоили, с лапой были проблемы. Она, ну, мне кажется, она просто, конечно, так немножко строилась себя недо другу. Лапу мы давали вот так вот через бок и как-то вот так вот, и так она ее пыталась давать. Ну, сейчас там за два дня мы проблему решили, научились кушать по команде, зная, что такое нельзя. Кот у нас более наглый, чем собака в этом плане. Он ворует, он может и залезть на стол, и все. То есть, она понимает прекрасно, что это наша территория. Она больше не прыгает на кровать, у нее есть свое место, где она спит. Вот. С первого дня появления в доме маленького итальянца ему необходимо внимательное отношение. Место для отдыха щенка обруется в той части дома или квартиры, где нет сквозняков. Близкого расположения отопительных приборов и высокой проходимости. Наличие упругого матрасика, желательно со съемным чехлом для поддержания частоты, обязательно. Пусть он будет больше размера щенка, ведь питомец очень быстро увеличится в размерах. Щенку запрещается ходить по лестницам, прыгать через препятствия, так как это может привести к неправильному развитию еще не окрепшей опорно-двигательной системы. В избежание тех же проблем щенка берут на руки не за грудь или передние лапы, а одной рукой под грудь, другой под живот. Каны и корсы – щенки, которые еще не имеют иммунитета. Не стоит выводить гулять с первых дней. Оптимальное время для первой прогулки – это третья неделя после второй прививки. Если выходить с щенком после кормления или сна, она постепенно приучится делать свои туалетные дела на улице. Возраст с полутора до двух месяцев – подходящее время для начала приучения к личке и ошейнику. Не советуем надевать ошейник через уши или гладить по голове и ушам, так как это чревато неправильным формированием постановки ушей. Воязнь заводить каны корсы связана с относительной молодостью породы. В России впервые собаки были заведены только в 94 году прошлого века. Очень часто страхи будущих владельцев итальянца не оправданы, так как их щенки легко обучаются. Корса даже называют собакой для дилетантов. При серьезном подходе ее может воспитать и дрессировать даже человек, впервые имеющий дело с собаками. Если с первых дней прививать щенку полезные привычки, правильно воспитывать, то можно получить адекватного защитника, верного друга, бескомпромиссного охранника, который будет гордостью хозяина не только благодаря своей внешности, но и отличному характеру. По корму мы предпочитаем кормить сухим кормом. По рекомендации заводчика. Сначала у нас был корм супер премио класса Моги. Сейчас мы перешли немножко на корм пониже. К сожалению, не вспомню, как называется. Более мелкий корм. Его можно мешать с ряженкой. Собакам нельзя давать молоко, так же, как кошкам возникает диарея. Лучше мешать либо с ряженкой, либо с простоквашей. Два раза в неделю можно устраивать натуральные дни. Ну, мы, например, покупаем прям свежий-свежий творог на рынке, вологодский, нежирный, там полтора-два процента. Лепим маленькие комочки, и вот эти комочки она ест на завтрак. На ужин у нас капуста, брокколи цветная и морковка размороженная. Ну, я покупаю готовую смесь, просто ее размораживаю, немножко обдаю кипяточком. Можно давать мясо, но предварительно надо заморозить на 11 дней в морозилке, чтобы убить все бактерии. Мясо нужно нарезать кусочками, чтобы собака не подавилась, когда заглатывает. И лучше всего, конечно, всегда ошпаривать кипятком, ну, уже прям совсем на всякий случай. Мясо можно давать обязательно нежирное, то есть это ни свинина, ни баранина. Мясо должно быть довольно-таки постное, в основном это курица-индейка. Можно давать кролика, но кролик все-таки приравнивается немножко к таким более грязным животным, и поэтому нежелательным в больших объемах. С удовольствием собака кушает все овощи, огурцы, это вообще считается как лакомство. Редиску, ну, наверное, в зависимости тоже от характера. Наши, например, обожают виноград, апельсины, мандарины, клубнику с удовольствием. То есть, в принципе, все, что есть на столе, ей все хочется, она все съест. Недавно мы попробовали сыр, сыр тоже стараемся давать нежирный или сыр мягкий. От колбасного сыра у нас прям огония и лангусты и креветки, то есть из морепродуктов тоже с удовольствием мы все кушаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова